всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу с вами я гела васадзе и сегодня у нас точка бифуркации с хорошо знакомым и любимым нами фигурдом шабановым приветствую дорогой дело приветствую вас и ваших зрителей подписываемся не забываем лайкаем и помогаем продвижению канала большое спасибо постоянно забываю и спасибо вам спасибо всем а ну в принципе гостями не поворачивается язык сказать потому что это общий у нас программа и я думаю это диалог и каждый на этом канале чувствует себя свою сопричастность я думаю теперь значит по поводу того как причудливо тасуется колода карта колода как действительно тасуется причудливо я бы хотел бы начать с такого угла зайти вот новое назначение в правительстве турции частности назначение хакана фида нам об этом многое говорил на этом канале буду говорить потому что это очень важно и в данном случае я хотел бы обратить ваше внимание ну чего обратить обратить его и так на это обратили внимание вы знаете просто напомнить нашим зрителям что министр иностранных дел турции вдруг неожиданно в кавычках неожиданно поздравил господин мур мистер который является главой английской секретной службы я понимаю когда главу секретной службы поздравляют глава секретной службы другой страны причем публично в твиттере это вызывает вопросы интерес вот так вот на мягких лапах сбоку я подошел или теме нашего разговора уважаемые дело прежде чем чем постараться охватить ваш вопрос мы давайте вернемся более-менее фундаментальным вещам и потом раскроем саму суть для того чтобы ответить на этот вопрос мы должны понять раз вы говорите о великобритании united kingdom то нужно понимать какие у них цели в этом регионе на моем youtube канале вы можете увидеть трехчасовое так скажем интервью самого себя любимого посвященную стратегии great britain это о новой стратегии 100-летней стратегии новой политики великобритании в чем она заключается секунду я большой ссылка на youtube канал так же как это телеграм-канал на facebook внизу в описании ролика спасибо дело в чем она заключается почти 100 лет назад 41 году была подписана новая атлантическая хартия между ослабевающей великобританией и возвышающей соединенными штатами америки был создан союз и была подписана ничего не обязывающего просто декларация которому многие страны потом стали присоединяться и в том числе советский союз и в этой декларации были заложены основы нового миропорядка ну например создание организации объединенных наций там два пункта посвящено этому теперь двадцать первом году борис джонсон был в америке и и заключил новую атлантическую хартию стали ее детализировать буквально почти 7 дней назад была подписана атлантическая декларация во время визита риши сунака что это означает это создает это означает для наших кавказских зрителей более-менее будет понятно это одна нация саксонская теперь пять государств они собираются в один кулак в доктрине великобритании вот в этом году заявлено с прошлого года объявлено до тридцатого года главные ее интересы при черноморье черное море и кавказ чтобы мы знали то есть теперь мы должны понимать когда доктрина внешней политики великобритании при черноморье это турция если кавказ это опять турция поэтому исходя из этой доктрины а так скажем более разносторонние все объяснения у меня в разных интервью на разных каналах тоже есть youtube канале они хочу тратить на это время и снова повторять то есть доктрина возвращение саксонского мира на восток через кавказ вплоть до индокитая теперь когда вы говорите о персоналиях если вы помните за два или три дня до изменения в кабинете министров мы с вами говорили о сойлу мы с вами говорили о мехмед шимшеке и вы видите что мои прогнозы оказались верными ушел сойлу пришел шимшек в чем заключается главная функция я повторюсь мехмед шимшек это человек принципе состоянии позвонить напрямую белый дом я уже не говорю о международных мировых кавычках говорю но англосаксонских финансовых корпораций или групп вы видели что недавно была назначена новая дама директором центрального банка а значит она вошла в первую сто самых деловых людей сша и в первую десятку сильных женщин мира вы должны понимать кого привели центральный банк теперь когда мы будем говорить о политике хакан фиддана и мсx я вам скажу другую вещь она может быть показаться многим странным может показаться непонятно а для некоторых она может быть немножко но она может быть у них вызвать агрессию объясню почему дело в том что турцию выбрали в качестве партнера где будут закрывать и американцы и великобритания глаза на то что она будет притворять свой план что это означает например визит президента турции на кипр где было заявлено нужно принимать признавать независимость турецкую часть северного кипра это означает будет нарастать напряжение в этом регионе и по кипрскому вопросу и по греческому вопросу вчерашнее заявление в баку о том что мы будем продолжать усиливать кооперацию и первое сила наша это силе кулаках то есть делается упор так как мир разрушается делается упор на защиту своих интересов через значит право сильного они через сильное международное право которое к сожалению не работает и здесь у нас появляется интересная конструкция ушли из правительства те люди которые были антиамериканистами но они не враги ордогана эта команда пришли в люди к власти которые или раньше работали ордогана были напрямую связаны с white house или люди которые уже достигли определенных так скажем успехов как в бизнесе так и в политике то есть они обрелись связями они стали частью саксонского мира и стали получать назначение в турции это второй фактор третий фактор самый интересный то что я про агрессию говорил дело в том что мехмечем щек по национальности курд назначенная мадемуазель над директором центрального банка она этническая курдярка вице-президент турции новый курд хакан фиддан был главным секретным и единственным переговорщиком эрдогана по переговорах в ослу между эрдоганом и курдскими организациями и здесь создавал им условия переговоров садить сажать за стол решать многие проблемные вопросы всегда делал кто ма сикс то есть господин ричард муж поэтому его поздравление как главы секретной организации новому министру иностранных дел турции это знаковое событие о том что взаимодействие или взаимный может быть промежуточный союз он будет не только укрепляться но и будет даже расширяться поздравлением ричарда мура господина хакана фиддана был мессед всем региональным и в том числе мировым он означал это наш партнер это человек с которым мы будем решать многие вопросы почему с ним дело в том что довольно таки длительная работа господина хакана фиддана может быть об этом мало пишет но построил он турецкую разведку мид милистик барате шкелаты с помощью я имею ввиду как теория как конструкция как раз с помощью мсx именно благодаря мсx турецкая разведка стала быть эффективной и в том числе в кооперации проведения операции в сирии в ираке других регионов в ливии даже может быть и вливании я уже не говорю про другие регионы и в том числе центральной азии где опять эти разведки кооперируются почему я все время говорю про разведки у великобритании официально заявлено два направления по которому они будут усиливать свою мощь первая экономика вторая разведка это два постулата так скажем существования англосаксонского мира или так скажем будущего в великобритании как отдельной части саксонского мира очень занятно и очень интересно смотрите мы с вами говорили в прошлый раз о проекте большой афганистан мы идут мы вообще идут разговоры всегда о проекте большой ближний восток но сейчас я бы хотел бы вопреки нашим ожиданиям не расширить а немножко субзить эту тему до проекта большой кавказ ну и я же говорю историк это проклятие если если мы говорим о начале двадцатого верка который в общем-то конечном итоге выбрал сторону германии в восемнадцатом году ведь у него же были большие планы у него был план на первое и уже из азербайджана ударить и скажем так поддержать горскую республику а потом уже спуститься через иран и ударить во фланг в мезопадамии где британцы очень сильно нападали мало кто помнит мало кто знает мало кто обращает на это внимание что тому времени когда кавказская армия входила в баку ведь османской империи османы вели напряженную борьбу на двух фронтах это на фронте в месопадамии на территории современного ирака и как раз таки палестине из египта набирали британцы соответственно значит то есть история в принципе не меняется насколько проект большой кавказ насколько для британии существует проект большой кавказ по большому мнению то есть вот направление то которое в свое время планировал эндор паша смотрите во первых вы правильно и достаточно хорошо сделали экскурс потому что вы помогли мне дальше раскрыть тематику в чем она заключается в новом проекте на следующие 100 лет то есть в атлантической харти или атлантической декларации условно говоря старшим по европе саксонской мире назначается великобритания почему потому что теперь будут формироваться макро регионы или регионы вокруг одного центрального сильного государства будут собираться более-менее экономически зависимые военно зависимые или зависимые от блока государств например если предположим германия зависит от великобритании она также зависит от американских рынков для того чтобы попасть на американский рынке ей нужно наладить отношения с великобританией то есть я хочу сказать это появляется теперь макроэкономические регионы которые степп будут превращаться в военно-политический кто уже делает америка и здесь германия назначена избрана выбрана или указана саксонским миром как младший партнер по европе главная политика выдавить францию главная политика просто фактически нивелировать францию я даже скажу так иногда среди парламентариев значит в великобритании появляются призывы пусть курсика будет независимая французы вернут нам британь и таких разговоров потихоньку стану этот гул становится усиливаться поэтому и такие напряженные обстоятельства сейчас в проекте большой кавказ я думаю что так как здесь есть армения здесь есть рядом иран и германия фактически мы будем говорить между слов считается арийской расы и с этими арийскими расами для решения саксонского проекта будет заниматься германия поэтому она усиливать свое присутствие как в иране как в армении также и в иракском курдистане для чего выдавить францию выдавить францию и в качестве партнера германия будет создавать люготные условия в грузии может быть где пытаются выдавливать францию в армении само собой для чего для того чтобы установить здесь саксонский проект развития это экономика естественно под тотальным контролем разведки чтобы политические элиты политические группы не перешли противоположный стан или не нанесли ущерб почему кавказ важен и почему до 30 года дело в том что ориентировочно с 26 года начнутся активные антикитайские мероприятия если они сейчас прикрываются дипломатическими какими-то формулировками или какими-то благовидными союзами они не говорят что они антикитайские они говорят мы защищаем свой рынок так вот 26 года это будет напрямую называться антикитайская вот когда будет антикитайская начнется вот самая главная борьба сейчас она идет под коверном за центральную азию где германия опять является одним из главных источников гуманитарной помощи значит грантов экономики и вот здесь мы живущие на кавказе вне зависимости от национальности попадаем большой большой бутерброд двух проектов это большой афганистан и большой ближний восток почему потому что если саксам или англосаксонскому миру нужна центральная азия нужен афганистан и нужен ближний восток их нужно между собой кооперировать экономически и здесь мы хотим не хотим география сделала выбор за нас с вами мы стали логистическим путем между двух этих проектов и здесь заставят продавят купят убедят разницы нету но эти все системные мероприятия притворения этого плана они будут притворяться главное смотрите на то что будет выдавливаться франция еще один маленький фактор о котором моему большому сожалению вообще на кавказе центральной азии мало обращают внимание нет нет мы иногда что читаем мы иногда читаем прессе вот япония сделала там то то ну например выделила какую-то в общем гуманитарку выделила деньги на какую-то предположим очистительные сооружения так теперь еще одним партнером саксов как германия в азиатском регионе избрана япония то есть возрождающая империя в японии господин покойный синдзо аба принял значит такую программу она называется азиатская дуга свободы и процветания я на эту тему буду готовить большое так скажем интервью у себя на канале и об этом расскажу но суть того что заходит к нам япония заходит к нам германия выдавливается да 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 кавказ кавказ например японские гуманитарные организации японские технологии японские кредиты очень активно работают в азербайджане это не системно анализирует но там даже по моему работник сотрудник азербайджанского посольства в японии по моему гюрсель я не знаю это мужчина или женщина прошу прощения а он написал статью об азербайджан и японских отношений то есть достаточно грамотно выстраивать саксы япония германия юрная корея то есть вот это союзники они будут на кавказе присутствует захватывать все вакуумы чтобы здесь не было французов и мой любимый козырек чтобы не было здесь ватикана понимаете потому что в теории или так скажем моей теории я считаю что франция это ватикан и монархические режимы режимы связаны с коррупцией это проекты ватикана для того чтобы убрать право быть первым по крови нужно дать право быть по возможностям вот саксонский проект это возможности ватикановский проект ты должен быть рожден голубых кровей иначе у тебя нет будущего чтобы это именно из франции идет свобода равенства братства но она идет декларируемая но к сожалению мы ее там не видим и то что у нас было в истории я думаю что это был ответ населения французов на тот диктат который был в этой стране как раз назождаемый ватикана все помним гугенотов все помним те зверства которые происходили в европейской зверства всех хватало честное слово у кого не было покажите мне историю в которой не было зверства инопланетян первый геноцид который в истории человечества устроило все человечество вместе как вид уничтожили собратьев своих тех которые но в общем то были на нас очень похожи неандертальцев мы же их всех уничтожили ведь хомо вид только один это не я остальные волки разные собаки разные любые пантера семейства разные а хомо мы только одни смотрите гела теперь в рамках в рамках этого проекта вы наверное видите челночен дипломатия американцев кстати сегодня появилась интересная ситуация она появилась в узбекистане когда посол сша выразил несогласия заявление сделал потому что заявил обучавшийся на западе министр цифровых технологий узбекистана шердот шерматов который заявил что в узбекистане очень хорошо работает китайская модель и он выразил протест что мы отстаиваем ценности свободы и китайская модель не для узбекистана и узбекистан является стратегическим партнером сша это первое второй фактор я почему на узбекистане останавливаюсь потому что если на кавказе по ресурсам по количеству населения и так далее так далее азербайджан фактически становится лидером или является лидером модератором точнее то в центральной азии для американцев модератором будет узбекистан я имею в проекте большой афганистан так вот что странное дорогой гела дело в том что выборы президента узбекистана были совсем недавно в двадцать первом году значит они были очередные 24 октября вдруг происходит интересная вещь то есть два года назад эти выборы были произошли определенные изменения в конституции и у нас буквально 9 июля двадцать третьего года будут новые президентские выборы о чем это это не только внутренняя перед перетасовка колоды карт главное узбекистан стратегически я считаю что президент узбекистана стратегически мыслит и вкладывается в конструкцию или встраиваться в конструкцию саксонского мира то есть скоро когда у нас начнутся проекты двадцать шестой тридцатые годы о чем говорит доктрина великобритании то есть до тридцатых годов президентская власть в узбекистане она должна быть в руках одного человека одной команды которая четко понимать что нужно делать почему чтобы не быть не перепути как мы были недавно в турции будет эрдуган не будет эрдуган я считаю что стратегическое сотрудничество азербайджана со странами центральной азии мы тоже с вами обсуждали эта конструкция выстраивается на передаче у одного азербайджанского значит журналиста я говорил о том что нужно необходимо мы опаздываем и амиду азербайджан надо устраивать отношения с афганистаном хотя бы экономически но мы можем можем взять еще еще гуманитарный потому что в афганистане живут тюркоязычный народ вот и вот эти моменты они должны прорабатываться почему саксы идут какая им разница кто будет их партнер понимаете для них чтобы был партнер адекватный понимающий встраивающий в этот проект имеющие ресурсы имеющий коммуникативность и имеющим извини за выражение на месте возможность проводить эту политику и вот в данном случае до 30 года саксы будут делать все чтобы установить условно говоря свое господство это экономическое и разведывательное здесь будут помощники южная корея япония германия по выдавливанию франции мы от этого не избежим и все зависит от того какой у нас будет судьба то что мы примем какое решение что будем делать потому что сидеть на двух стульях служить всем царям воровать красе заниматься коррупцией это долго не протянет если мы будем это терпеть я имею ввиду логика саксов если мы будем это терпеть то это до той поры пока не решатся наши стратегические вопросы как стратегически мы достигнем цели вот это все пенку коррупционную в их понимании неконструктивный будем снимать начале 2000 годов будучи в нью-йорке ну так получилось что я встретился с покойным маккейном он мне сказал я я задавал очень много вопросов по центральной азии это моя специальность и по ближнему востоку я вот спрашивал ну вот и рак вот эта ситуация он всегда говорил так запомни я могу это не увидеть это может быть через 30 лет через 50 но свое право контролирует эти территории ресурсы водные ресурсы мы будем добиваться всеми путями методом тыканей методом войн метод сталкивания гражданские войны разницы нет даже если все думают что это хаос нужно понимать одно теория управляемого хаоса мы то есть американцы никто лучше этого не знает это раз плюс у нас есть мозги великобритании это для меня тогда было открытие я спросил а при чем тут мозги великобритании у них генах крови имперскость они знают как разговаривать с этими народами они это умеют делать мы у них учимся как вот ну их головному мозгу у них получаем знания а мы для них выполняем самую тяжелую работу это армия это деньги это международная дипломатия давление эмбарго и так далее не понял я впервые с этой вот с этим поворотом ситуации для меня открытие был приблизительно так скажем ну он меня ввел вот в это понимание в 2003 году для меня это было немножко шок но я немножко стал этим заниматься изучать я в принципе я понимаю что он не только мало договорил хотя он был генерал по-моему не генерал но военный был он был в плену во вьетнаме до летчиком и немножко про вьетнам рассказывал и так далее то есть я хочу сказать даже будучи военным стратегически он мыслил и немного мне дал нити как вообще мир управляется то есть между америка и великобритании вот я хотел к этой теме подойти позже я хотел к этой теме подойти позже но сейчас раз уж есть такое выражение в грузии слово принесло как бы тема где мы подняли поэтому я продолжу на этом потом уже другие темы обсудим у меня я далек очень от скажем так я никогда не был соединенных штатов я очень далек от понимания их внутри политической кухни хотя я много об этом читал за этим свежу и так далее но у меня складывается впечатление что соединенные штаты уже давно это это кирин где есть все и когда мы говорим о сша просто-напросто о сша как одной стране говорить ну не совсем правильно потому что есть различные политические группы которые борются абсолютно абсолютно разные курсы и так далее и тому подобное хотя если сейчас взять вот чисто по внешним раскладам более проевропейская группа то что вы называете ватиканом франции и так далее то есть более проевропейская группа в сша у власти нежели ну допустим трамп был вообще эти системы но так или иначе республиканцы они более то что называется англосаксонские не знаю может быть я не прав я просто для затратки я в данном случае спрашиваю а не утверждаю в принципе правильно логически выкладываете все что есть так скажем открытом доступе и в том что заявляет об этом правительство сша но там даже есть так скажем такая стратегия кстати о нем тоже сказал на своем канале в этой стратегии ключевой одной из стран которые интересны или необходимо важно как союзник для американцев и для саксонского мира это европа но это просто тезис самая главная функция заключается в том что поставить под свой контроль европы для чего для того чтобы установить там свой мир свой порядок не допустить туда проникновение условно говоря или возрождение тех сил которые могут принести вы тоже историк принести ущерб великобритании они из истории взяли уроки они для себя уроки вы так скажем вынесли почему эта империя стала скукоживаться до какого-то странного государства понимаете и сейчас для того чтобы усилить свое продвижение на восток им нужно быть глобальной силой силой у которой есть точные стратегические союзники которые не придадут не нанесут удар спину для того чтобы это было уже временные союзы первой так скажем прошлого столетия начала они уже не работают то есть здесь нужно просто установить тотальный контроль в чем он заключается но например лишение дешевых энергетических ресурсов европы в европе начиная началась стагнация началась рецессия я в телеграм канале публикую статистику ежемесячно американской экономики где рост инвестиций в американскую промышленность то есть тяжелое машиностроение она увеличивается геометрической прогрессии мы ставим таблицу европы там идет скухоживание то есть фактически начался вывоз промышленных технологий предприятий финансов и вкладывание их в американскую экономику это первое началось уничтожение для опустошения европейской экономики второе если вы что-то производите но вам нужно это куда-то продавать ну например германия на экспорта ориентированная страна если она на экспорт ничего не продает фактически она я думаю что будет бедная и здесь самый ликвидный самый платежно способный рынок какой это япония южная корея ну и конечно сама сша а это страны сателлиты плюс австралия новая зеландия огромный рынок есть теперь сейчас начались проблемы с платежеспособностью раз с повышением себестоимостью продукции два потому что энергетика стала дорогая это второе третье виду уменьшения больших поступлений значит в экономику то стало что появляться дотационная часть ну например как зимой по тому чтобы отапливать дома получать энергетику но это прать может протянуться еще один год в такой форме дальше начнется уже так скажем инфляция она уже в принципе европе есть об этом не пишут потому что у меня много моих друзей которые живут в европе они фиксируют уровень роста на продукты питания так называемая скрытая инфляция в чем я о чем говорю в мире вот я хочу сказать одну вещь дорогой гела это для меня аксиома любая политика геополитика любые интересы первую очередь ты бизнес то есть если ты не зарабатываешь там тебе делать нечего а если кто-то богатый и он может быть тебе конкурентом то лучше его проглотить так вот вы то что говорите европа для саксов это один из главных так скажем партнернов или я не знаю союзников так функция заключается в том что кто кого проглотит почему я так думаю сорок первом году когда германия когда великобритания уходила со своих территорий там есть небольшие тезисы которые я озвучивал это разговор между руководителем сша и руководителем великобритании так ему сказали что германия скукоживается мы спасем германию чтобы она вообще не исчезла мы ей поможем то есть ты у нас будешь теперь пассивной активной будем мы таким образом они ее спасли великобритании иначе бы великобритания могла бы распасться на разные страны ну например как недавно один из лидеров так скажем авторитетных лидеров ирландии заявил что нужно раз разойтись по национальным квартирам почему ирландцы католики понимаете соединенное королевство так далее вот определенные экономические определенные юридические все-таки соглашения кстати европа продолжает активно сотрудничать великобритания по значит экономическим соглашениям после брекзита то есть они до сих пор составляют так скажем межгосударственные договора то есть великобритания и европейский союз и отдельные государства для того чтобы вести торговлю вопрос опять в чем упирается сша проглотила великобританию сорок первом году но не уничтожил сейчас идет обратный процесс теперь условно говоря на авансцену выходит великобритания я опять говорю локомотивом нового саксонского мира вот этот спящий лев теперь он вышел на авансцену и вот для того чтобы ему продвигаться и в афганистан и на кавказ и на восток до 30-х годов он должен решить проблему европы проблема европы кстати война в украине для американцев она называется германский вопрос и я поделился в телеграм-канале конференции в чикаго закрыта по-моему 2015 год где она так и называлась германский вопрос то есть украинская война она называется германский вопрос то есть я хочу сказать что в американском понимании нет понятия война в украине есть европейский вопрос и это германия следующий фактор значит когда создаем а создавалась или озвучивалась глобальный проект глобальная британия так знаете что они сделали там профессор есть я его тоже все цитаты привел его тезисы легли в основу этой доктрины как вот этот профессор говорит никогда россию победить невозможно ее нужно уничтожить экономически и нужно положить конец запусканию российской империи щупальца по оттяпыванию чужих территорий то есть этот вопрос они рассматривают длительной проекции поэтому вот эти вот экономические санкции и они должны дать уже понимание саксонского мира ориентировочно 26 27 могут свои эффекты почему 26 27 к этому периоду будет решен вопрос с альтернативной энергетикой с энергетическими проектами пока россия на торговле газом в китае на торговле через индию в ту же европу кстати в ту же украину через индию идет российский дизель он перерабатывается там индийцы туда поставляют приблизительно это 24 месяца когда этому будет конец положен и вот с этого периода 26 27 год начнутся проблемы в экономике россии они потихоньку сейчас будут закрывать урановые контракты кстати в атлантической декларации заложен фундамент освободиться от российского атома от его сырья и закрыть ему доступ технологии на все рынки мира в мире сейчас строятся атомные станции 70 процентов этих атомных станций принадлежат русскими китайцам за прошлый год росатом заработал чистыми 11 миллиардов долларов это при условии что он инвестирует в венгрию при условии что он инвестирует китай при условии что он инвестирует турцию то есть пока они все свои так скажем золотые деньги еще не собрали и вот сейчас стратегия по выдавливанию атома нефти газа бриллианта изумруда золото они будут набирать степ-бай-степ свой оборот программе саксов это 26 27 год почему 24 году выбора великобритании 24 год выбора сша 24 год выбора в европе по моему 24 год выбора в германии если не ошибаюсь то есть когда 24 год закончится они начнут по новой и вот слова по новой с новой властью с новыми политическими элитами они будут начинать вот эту концепцию экономического уничтожения россии они не могут допустить чтобы она завтра распалась и вот это с этой ядерной дубинкой пока деньги есть право пока можно кормить элиту они будут хотя никто не знает бывает как говорит к общак удивить то можно только приятно что приятно удивляться нам никто не запретит возможно все что я уже привык потому что возможно все что угодно то есть по сути я просто хочу уточнить для себя вы считаете что нельзя сказать что в соединенных штатах есть про европейские группы я вас перебью простите пожалуйста я вас перебью разве сойлу был антиамериканистом потому что эрдоган антиамериканист вся вся любая политическая власть или политическая стратегия она определяется на прагматизме то есть если сегодня нужно чтобы от моего имени говорили анти западники они будут говорить но если завтра векторы политики или мое положение в этом векторе меняется ухудшается улучшается я могу побольше для себя получить преференции только за счет того что я сменюсь команду риториков сегодня нужно сменить эту команду антиамериканистов на команду кого тех людей которые в принципе условно говорят то надо работать западом спасать экономику еще один момент франко-германский союз который в общем-то так или иначе существует и существовал ведь что предлагает Париж Берлин Берлин это самая мощная экономическая сила в Европе какая там она третья или четвертая экономика в мире это Берлин США Китай потом я уже не помню Германия или Япония потом Япония то ли Германия там так вот я про что говорю я про то говорю что ну это достаточно серьезное предложение учитывая что они оба в европейском союзе что именно их объединяет общее интересов Париж предлагает стратегическую автономию от Вашингтона политическую свой проект и так далее почему вдруг Берлин будет работать с Вашингтоном и Лондоном а не с Парижем разрешите отвечу опять деньги у Парижа и Берлина были проблемы с газопроводной трубой они ее с трудом решили кто будет обеспечивать экономику Берлина как вы говорите дешевой электроэнергией газ они заключают в длинную то есть на десять лет значит СПГ заключились американскими компаниями это это первое второе сейчас Германия закрыла все атомные промышленности перешла на зеленую энергетику она могла этого не делать а почему не зря да вот поэтому я хочу сказать это мы с вами так думаем но если даже в крайнем случае гипотетически допускаем в двадцать четвертом году выборы пришли люди которые говорят у нас будет крепкий франко-германский союз и мы выступаем как третья сила со своими интересами что пытается сделать сейчас макро мы должны понять одну вещь тот же момент начнут создаваться голоса что Бавария отделяется от Германии это я вам как бить даю Бавария будет отделяться от Германии почему богатая Бавария не может кормить бедную вот эту Германию это раз во вторых сейчас на промежуточных выборах в разных землях я иногда публикую эти таблицы альтернатива для Германии стала второй партией это я условно могу сказать да простят меня я ее расцениваю как продолжитель идеи Гитлера и эта партия сейчас вторая в Германии кто вам гарантирует того что ну через полгода она не будет первая благо сейчас кстати сейчас строится знаете какой мир мир информационно как это называется IT technology то есть мы будем смотреть на мир нами будут управлять через информацию через компьютер скажу по простому ну замечательно сказал пелевин в снафе любая реальность является суммой информационных технологий да 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 вот приблизительно так вот например завтра я помню у вас как-то была такая ситуация рассказали о какой-то нехорошей ситуации в Иране между азербайджанцами и курдами я даже вам написал на следующий день это все пропало почему это информационная была операция у вас попала лига джизаде на эту тему то есть я хочу сказать что дорогой гела создать ситуацию когда два брата враги сейчас информационно достаточно вот иногда в комментариях мне пишут в личку что ты там не так сказал у людей нет во-первых образования во-вторых нет терпения послушать и в третьих если я не прав напишите статью выступите в ютубе с альтернативной точки зрения вопрос стоит в этом мы же этого не хотим то есть следующая часть то что создается через информацию они уничтожают наши фундаментальные знания для управления поэтому в союз франции германии я абсолютно не верю франция сейчас очень сильно зависит от расу атома от казахстана и узбекистана потому что сырье для атомных станций она больше нигде не может получать и если не будет атомных станций франция встанет а приблизительно она у нее закончится основные то 60 процентов сырья отработаны на атомных станций условно говоря 8 10 лет через 8 через 10 лет как раз близко к 30-му году мы услышим как какие как говорится колебания в экономике франции начнутся тем более к двадцать седьмому году саксы я вам говорю двадцать седьмому году саксы проектируют новые границы европы и новый формат соглашения в европе это после двадцать шестого года это кстати ожидает кавказ тоже какой форме будут изменены границы какие будут примените принято нормативные так скажем международные соглашения по нашей территории то есть правила которые нам навяжут это не то что нам нам дадут по башке скажет выполнять нет они будут шаг за шагом медленно медленно муравьими шагами нам это навязывать сейчас они еще не начали то что мы сейчас видим эта конструкция но практическая работа по кавказу у них еще не началась у нас не менять надо границу у нас надо их стирать это разные вещи это тоже это тоже тоже менять границы то их убрать ну да потому что ну реально скажу так что если мы даже сравним с нашими соседями по ближнему востоку себя очень очень небольшое государство очень небольшое государство и территория это очень небольшая в общем то перешег от черного до космического моря очень небольшое поэтому быть единая там таможенная зона и единая транспортная зона но сам бог правильно правильно их мысль в этом и заключается унифицирование таможни транспортных вот этих там порты железная дорога аэропорты и так далее то есть фактически создать единое экономическое пространство я снова повторюсь сила великобритании в ее свободных торговых отношениях и разведки я просто всегда исхожу из того что вот как жить как будут жить люди вот здесь грузии в азербайджане в армении это зависит от наших национальных правительств зависит от самих людей а если говорить о внешних игроках их больше интересует инфраструктура их больше интересует стабильность их больше интересует вот это унифицирование чтобы границы были стерты чтобы все быстро проходило а как мы будем жить это уже нам решать и нам строить ну я думаю что слово нам решать оно немножко получится неправильно почему мы не можем сидеть и закрыть там двери сказать вот мои границы не лезь ко мне я не хочу по твоим правилам так не будет я про другое сказал нам решать я говорю как нам жить насколько хорошо мы будем жить будет свободный рынок это мое мнение будем хорошо жить не будет свободного рынка будет зарегулировать со стороны государства будем жить я думаю что дело понимание к этому к сожалению во многих регионах кавказа я не только говорю о грузии азербайджане армении и в том числе о том что с чем мы соседничаем и вы и мы я имею ввиду из кавказами с народами кавказа в разной степени по разному уровню развития даже если исходить из того что все таки вот три республики кавказа кавказе они фактически более менее независимость то есть самостоятельные они могут определять свое развитие и так далее даже в этом плане я считаю что понимание находится на уровне в разница армения азербайджан грузия между 20 и 40 процентов мы даже не достигли 50 процентов к сожалению вынужден с вами да мы не достигли того уровня понимания что к нам идет цунами он не будет спрашивать как вы себя ведете он спрашивает ребята я у вас ничего не хочу дайте мне дорогу я за это буду платить не не воруйте мои вагоны то есть не граф handicap установить у себя прозрачные законы и напишите правило по которым я с вами будет говорить больше ничего не хочу но если вы говорите нет я буду воровать твои вагоны которые ты отсюда конеч я тебе дорогу не буду давать разницы нету ты за низу или потки или я не знаю аля разницы нету то есть если ты все этого не делаешь да вопрос ребята мне кажется что вы мне не нужны а когда вы мне не рушу там не мешаете мне нужно с вами разбираться Плюс ко всему этому. Это не означает, что корова Великобритания будет нас поить своим молоком. Нет. Это означает, вы должны сами встраиваться и вкладываться в это. Создавать инфраструктуру, создавать экономически прозрачные отношения. Например, в Лондоне в период ковида были большие проблемы с продуктами питания. Я даже там побывал, помидор невозможно было найти. Так все откуда шло? С Турцией. То есть вопрос стоит о том, что аграрные земли есть, хорошие земли в Грузии, в Азербайджане, немножко в Армении поменьше. Но мы же в состоянии обеспечить Европу, которая потихоньку заменяет, условно говорю, заменяет Европу. Почему будет заменять? Вы представьте себе, в Польше, во Франции, в Европе сейчас страшная засуха. Перестали. Вот я не помню, в какой-то европейской стране они создали предприятие, то есть перерабатывали морскую воду хотя бы для того, чтобы поливать земли. И вот с 2017 года этот завод не работал. Его опять запустили. Почему? Большая глобальная проблема воды. Я в одном интервью говорил, что началась в Тихом океане такая, так скажем, знаете, климатическая... Просто обвиняйте, что мы с вами об этом говорили. Да, Эль-Ниньо. Эль-Ниньо. Оно начинается, оно уже началось. И турки об этом говорят. И вот эта засуха, она и Кавказ обойдет, поверьте. Ни вас, ни нас она не обойдет. Как бы мы себя не ублаждали, что у нас горы, у нас снег, у нас вода. Но нужно подумать о том, что, ну, предположим, у Грузии, у Азербайджана, Армении есть вода на 30 лет, а ее не будут в Иране. Что они будут делать? Они или к нам придут? Просто как беженцы. Или с оружием придут? То есть вопрос также не только, чтобы Грузия, Азербайджан, Армения было хорошо. Вопрос нужно поставить о том, что мы можем создавать поиск экономического благоприятствия и вокруг себя. В этом заключается саксонский мир. Это крепкая, так скажем, крепкий альянс экономических локаций. Сила империи, самодостаточности или взаимодополняемости друг друга только с той точки зрения добиться стабильности. Ведь без стабильности не будет никакой экономики. Никогда не будет мира. Главный акцент в этом. Если я хочу с грузином Гелой договориться, я принимаю его аргумент и говорю свои проблемы. И уже вместе решаем, как их решить. Почему? Потому что когда придет цунами, не будет, не дай бог, ни Гела, ни Фекрета. Логика простая, если мы хотим понимать, что нам нужно жить на этой земле. Но если мы иждивенцы, и эта земля для нас не родина, ну, билет, чемодан, вокзал. Да, мир большой. Огромное вам спасибо, Федориат. Огромное вам спасибо за очень интересную беседу. Мы, конечно же, продолжим наши разговоры о геополитике, о проектности геополитики. И я уже какую передачу подряд повторяю. Есть хорошая грузинская поговорка. Для хорошо сказанного нужен хорошо слушающий. Владимир, чтобы он еще был думающий. Да, ну, по крайней мере, чтобы умел слушать. Поэтому, конечно же, комментируйте, конечно же, проявляйте активность. Но большая просьба. Если вы что-нибудь не поняли, лучше еще раз переслушайте, а потом напишите комментарий, чем писать что-то неревимое. Еще раз большое спасибо, Фиглет. Спасибо, Гила. Я, если, позвольте, одну ремарочку. Если люди научатся думать о том, что через развитие, через сотрудничество, через знания мы можем достичь мира, а не через агрессию, оскорбление и унижение. Потому что любой, кто вещает, это он вещает голосом своей семьи, своего государства и своего народа. И это не дает возможность ни грузинам, ни азербайджанцам, ни армянам найти мир на этой земле. И в том числе хотя бы в локации Кавказ. Еще раз большое спасибо. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч.